Внимание к теме, что пришли, этот фильм о многоженстве, может быть, не все это отказали, раз, жена, два, жена, это фильм о многоженстве в Тагестане. Когда мы снимали его, мы знали, что это многоженство есть, потому что я с вами в глазами читала в прессе множество статей на эту тему, но чиновники из Министерства культуры Тагестана сказали, что никакого многоженства нет, снимать не надо, и, в общем, запретили с этой темой работать, но встал вопрос, кто же говорит неправду, или журналисты на радио в прессе, или же все-таки чиновники не хотят знать правду и признавать факты, которые реально существуют. В результате, ну, конечно, глупо было отменять съемки, которые мы готовили очень долго, и мы приехали в Дагестан, конечно же, тема эта существует, и она очень болезненная, половина людей там за многоженство, половина против многоженство, многие люди воспринимают все это с чувством юмора большим, потому что в Дагестане люди живут с чувством юмора, вот, и в этом фильме вы увидите, как люди рассказываются на эту тему, что они думают о своей жизни, как они говорят о том, вот, ну, и я думаю, что у вас тоже какое-то мнение сложится, вылезай или против, ну, я считаю, что можно обещать. Спасибо. Игорь Малышев, режиссер картины «Черные всадники». Моя картина называется «Черные всадники», она будет второй в этом сеансе. Вот, это картина про байкеров, но не про старичных байкеров, с которыми там дружит, дружит один из наших президентов, а о байкерах провинциальных. То есть, я не хочу сказать сельские байкеры, потому что они живут в маленьких городках на Урале. Вот, но это вот такие совсем другие байкеры, которых не на таких мотоциклах катаются, а на совершенно других. Вот они отправляются в путешествие, вот в процессе этого путешествия, собственно, возникает некие отношения между людьми, в том числе и истории любви, в которых раскрываются какие-то характеры людей, их там факты судьбы, факты биографии, их отношения к жизни. Вообще, вот почему этот фильм, наверное, все-таки оказался здесь, вот, на этом фестивале о право защите? Ну, потому что фильм о свободе. Герои стремятся к свободе. О свободе есть неотъемлемое право каждого человека. Другое дело, что свобода иллюзорна, и, как сказал Луис Бунель, нет свободы, есть призрак свободы. Вот как бы фильм еще и об этом, конечно. Ну, и еще могу сказать, что где-то как-то вот в этом фильме я веду свой собственный внутренний диалог с известным классическим фильмом Денниса Копера «Беспечный язвок». Там есть даже некие цитаты, есть некие монтажные приемы, эти попульсирующие монтажи, характерные для этого фильма. Но у меня, как бы, есть такой диалог. То есть там Америка, там конец 60-х годов, там молодежная революция, молодежная субкультура американская, а у нас другое время, другая страна и совсем другие отношения. А вот теперь в заключение самое главное, вот что я хотел вам сказать и обратить на это внимание. Моя картина здесь в программе заявлена как картина игровая. Это досадная ошибка, которая преследует меня на протяжении уже многого времени, уже от фестиваля к фестивалю. Мой фильм путают с игровым. На самом деле картина документальная. Это документальная картина. Это живые реальные люди. Это их реальные отношения. И все то, что происходило в кадре, это происходило на самом деле. Там нет ни игры, ни постановки, ни сценарий, ни диалогов по ролям. Вот как-то удалось бы достигнуть такой степени взаимоотношений съемочной группы и героев, что они камеры не стеснялись, не боялись, не жили просто перед камерой. Создавалась какая-то ситуация, мы ее снимали. Но до самого последнего момента я, собственно, не знал, чем все это закончилось. Так что документальное кино, это есть некое приключение, это путешествие в неизвестность. Спасибо. 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 Аксений Зинчевнов. Здравствуйте. Мой фильм «Конечная остановка». Игровой фильм. Я его режиссер и автор сценарии, продюсер и так далее. А что фильм вы посмотрите? Мне просто очень приятно, что он так за год... Мы его буквально в январе сняли этого года, за год его показали на многих-многих фестивалях, и он не взял ни одного приза, но постоянно очень жарко обсуждается аудитория. Чем больше аудитория, тем более такие жаркие и сложные обсуждения. Поэтому, ну, о чем фильм, да, вы увидите, а я вас призываю просто внимательно смотреть это кино. Единственное, что могу сказать, что удалось оно очень тяжело, потому что снималось 15-минутная короткометражка двое суток практически без перерыва. Деньги свои, возможности все свои, то есть вложились в этот фильм. Зачем, непонятно, наверное, вот для таких показов. Ну, то есть зрителей у него много. Всего остального пока, наверное, это в будущем. Тяжело очень снимался фильм, как бы снимался бесплатно. И, надеюсь, у фильма еще есть свое будущее. Ну, а тема, которая там заявлена, мне, как бы, с одной стороны, может показаться, что она так спустя два года с рождения сценария так немножко отходит, как бы на второй план. А с другой стороны, в связи с последними событиями политическими, то есть у фильма социальная подоплека такая, очевидная, откровенная, но есть, как бы, и политический некий посыл. Ну, с другой стороны, мне кажется, в связи с последними событиями он, как бы, набирает смыслов внутренних и набирает смыслов, которые появляются во взаимодействии зрителя и этого кинофильма. Ну, я так просто немножко заинтриговал, вот, а на самом деле, что хотел сказать, как бы, если сформулировать, все-таки попытаться, что, мне кажется, это очень ценно, таким образом, бесплатное, авторское, не пойми, откуда взявшееся кино, доходит до зрителей, и я очень рад, что это здесь сегодня происходит. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...